В 90-м году Евгения снялась в эротической картине французского порнорежиссера Франсиса Леро «Асекс и Перестройка». С того момента карьера актрисы пошла в гору. Наибольшую известность Евгения получила после выхода сериала «Петербургские тайны». Евгения сохранила прекрасную кожу, стройную фигуру и в свои 48 лет выглядит прекрасно. Звезда фильма «Частный детектив» или «Операция-кооперация» Ирина в 53 года выглядит свежо. Несмотря на непростую судьбу, актриса сохранила знаменитую улыбку и открытый взгляд. Большинство знает Яковлеву по роли Анастасии Каменской в одноименном детективном сериале, но есть те, кто помнит актрису по фильму «Интердевочка». В юности Елена была стройной блондинкой с томным взглядом, сейчас актрисе 58 лет, она продолжает сниматься и выглядит прекрасно. Анна прославилась после фильма о наркозависимости под небом голубым. Тогда у актрисы были темнорусые волосы, и она располагала к себе приятной открытой улыбкой. Улыбку Анна сохранила, а вот цвет волос – нет. Последние 10 лет Яновская носит исключительно блонд. Красавица Ирина Алферова стала известной на весь Советский Союз после роли Констанции в фильме «Де Артаньян и три мушкетера». Она начала сниматься в кино с 19 лет и продолжает до сих пор. Сейчас актрисе 68 лет, и она прекрасно выглядит. Та же слегка застенчивая улыбка, все такие же вьющиеся густые волосы и приятное выражение лица. Любим и восхищаемся. Если присмотреться к фотографиям Елены Кандулайнин, создается впечатление, что лучшие друзья актрисы – профессиональные косметологи и пластические хирурги. Улыбается Елена все так же задорно, как и 30 лет назад, но внешне с годами все же сильно изменилась. Текст Анны Челновафото, Persona Stars, Legion Media.